Среди берчан немало тех, кто имеет большие заслуги перед отчизной и тех, кто сегодня посвящает свою жизнь служению Родине. Сегодня их праздник – День защитников Отечества. Принимают поздравления и поздравляют друг друга. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн, военнослужащие и молодые люди, решившие связать свою судьбу с военным делом. Мне вот сейчас дедушка рассказывал, что его, получается, папа перебрасывал на штык-нож, он перебросил трех немцев через себя. Я считаю, это геройский поступок, и нужно дальше двигаться и прославлять свою семью. Всего успеха молодым и поздравим всем. Как говорят хорошо знающие запах пороха мужчины, успехи воина во многом зависят от надежного тыла, от тех, кто верит в своих защитников и ждет их. Особенным бы хотел поздравить жен офицеров, матерей, тех, кто воевал, потому что они тоже являются участниками этого праздника, заслуженными участниками. И трудно представить, конечно, служба она тяжелая, но трудно представить, насколько тяжело ждать со службы, ждать с войны. В исторической летописи Берцка немало ратных подвигов и прочих заслуг в сфере военного дела. Именно поэтому Большой зал Дворца культуры Родина полон горожан. Многие страницы нашей героической истории посвящены ратному подвигу народа, великим сражениям за единство и независимость Родины, наполнены бесчисленными примерами силы духа и искренней преданности своей стране. И главными героями этих побед были и остаются люди в военной форме. Нынешний год особенный. Исполняется 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Даже само течение времени символично соответствует значимой праздничной дате. С 23 февраля до 9 мая временной промежуток составляет ровно 75 дней. Спасибо вам, ветераны. Спасибо вам за ваш подвиг, который вы совершили в 41-45 годах. Если бы не вы, то вряд ли мы бы здесь стояли на этой сцене. Поэтому огромного вам спасибо. Спасибо. Конечно, главные герои нынешнего Дня Защитника Отечества, ветераны Великой Отечественной, убеленные сединами воины, давшие возможность жить сегодняшним поколениям, награждены юбилейными медалями 75 лет Великой Победы. Юбилейные медали 75 лет победы Великой Отечественной войны награждается Николай Петрович Живакеров. Героический подвиг старших – достойный пример для молодых берчан сегодня. Около 150 солдат и сержантов срочной службы несут боевую вахту во всех уголках необъятной России. Молодежь с честью продолжает традиции отцов и дедов. Сегодня немало юных горожан являются учащимися кадетского корпуса и курсантами военно-патриотических клубов, по количеству которых наш город лидирует во всей области. Огромное спасибо ветеранам за все, что мы сейчас имеем. За наше будущее, за право жить, творить, развиваться, за нашу свободу. Не сомневайтесь, мы помним, мы ценим. Важная и почетная миссия – защищать самое дорогое, свою отчизну, с честью выполнялась, выполняется и всегда будет выполняться. Комбат и рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России, служить вновь тебе и мне. Служить России, удивительность мне. Не солнце... Продолжение следует...